ВЕРТОЛЁТ МИ-8 ВКС России совершил жесткую посадку в районе аэродрома «Угольные копья» на Чукотке. Погибли 4 человека. Причиной крушения могла стать техническая неисправность. Накопительные пенсии россиян в текущем году будут повышены на 9%. Об этом сообщили в пенсионном фонде. Перерасчет пройдет с 1 августа и коснется 80 тысяч человек. В испанской столице сотни медработников вышли на улицы. Они потребовали улучшения условий труда во время пандемии. Медики заявили о нехватке персонала и средств индивидуальной защиты. По всему Эквадору прошли многотысячные акции протеста. Люди выступили против мер жесткой экономии, которые собирается вести правительство. Шествия переросли с токновения с полицией. В Госдуме прошла видеоконференция депутатов фракции КПРФ с министром экономического развития России Максимом Решетниковым. Геннадий Зюганов во вступительном слове отметил готовность ведомства к диалогу. Лидер КПРФ напомнил, что у партии есть конструктивная программа по выходу из кризиса. В том числе 12 конкретных предложений по ситуации, связанной с коронавирусом. Вместе с тем хочу напомнить, что исполнилось два года после того, как президент поставил задачу сформировать национальные программы, выйти на мировые темпы и войти в пятерку наиболее развитых, экономически развитых государств мира. Но за два года темпы у нас крутились вокруг одного процента. А сейчас в связи с коронавирусом, спадом резким цен на нефть и обесцением рубля ситуация складывается вообще довольно критичная. Геннадий Зюганов предложил рассмотреть эти проблемы и продумать меры, которые позволили бы стране выйти из крайне тяжелого положения. Министр ответил, что среди приоритетов работы его ведомства поддержка малого и среднего бизнеса, сохранение рабочих мест, восстановление общей экономической активности. Рассказал Максим Решетников и о подготовленном общенациональном плане восстановления экономики. Депутаты-коммунисты заметили, что в список пострадавших от коронакризиса отраслей не включен стратегически важный агропромышленный комплекс. В период пандемии он нуждается в поддержке. Ресторанный бизнес, общий ПИД и многие другие, включая торговые системы, они ведь продукцию делают для потребителя из той продукции, которую дает пищевая и перерабатывающая промышленность. То есть агропромышленный комплекс. В основе лежит программа развития сельского хозяйства и продовольственных рынков, которая недофинансируется по паспорту значительно, почти на 400 миллиардов рублей. Максим Решетников заверил, что благодаря постоянному вниманию депутатов-коммунистов вопросы развития агропромышленного комплекса находятся под особым контролем Минэкономразвития. Несмотря на то, что у нас АПК не является пострадавшей отраслью, а является наоборот сейчас драйвером вытаскивания экономики, тем не менее в плане восстановления сектор АПК выделен отдельно, как отрасль, которая обладает наибольшим потенциалом в плане восстановления экономики. В ходе беседы министру задали вопрос о неудовлетворительной технической оснащенности Росстата, который сейчас находится в ведении Минэкономразвития. Решетников согласился, что ситуацию надо менять. Говоря о кризисе в отечественном автопроме, депутаты предложили подумать о национализации ключевых отраслей экономики, а также изменить отношение к государственным и муниципальным унитарным предприятиям, которым сегодня грозит уничтожение. Разговор с министром продолжался около полутора часов и, по словам депутатов-коммунистов, был весьма конструктивным. Есть четкое, реальное, земное видение того, что нужно стране. Но вопрос в том, что те благие пожелания, которые Министерство экономического развития высказывает, получили бы и финансовую поддержку со стороны того же Министерства финансов, потому что общая командная работа. А мы знаем, что, к сожалению, в правительстве много людей, приверженных либеральным взглядам и экономическим теориям, которые фактически привели нашу Российскую Федерацию и в 90-х, и в 2000-х, и в современных условиях к тем последствиям, которые есть. КПРФ готова поддержать всё, что будет служить развитию экономики страны, если этот путь будет созидательным, конструктивным и взвешенным. Какую линию выберет Минэкономразвитие, и его новый руководитель покажет время. Минэкономразвитие Минэкономразвитие